На этом уроке мы проведем грамматический разбор Суры Аль-Аср «Предвечернее время» Клянусь временем или клянусь предвечерним временем Поистине человек, то есть люди, непременно в убытке В Аль-Аср «Аль-Вау» — это харф «Касбин» и «Джар» Частицы клятвы и «Джар» — «Радиттин» и «Падежа» Мабнивы аль-Фатхи, снеизминайма маканчани, мисфатхи на конце Аль-Аср — это «Исмун муқсамун» муқсамун бихи Имя каторым пакалилисм Ма жарурум би харф «Джар» поставлен предлогом «Вау» — «Радиттин» и «Падеж» Аль-Аламуты «Джар» признак «Падежа» «Джар» в этом имени Аль-Касрата-Злахирату «Аля-Ахири» — явный «Каср» на его конце Аль-Джару «Вау» — «Предлог родиттин» «Падежа» «Вау» И поставлен на им состояние «Джар» имя «Аср» Мутаалликани состоят в смысловой связке Бифиалил-Касамил-Махзуфи — со скрытым удаленным глаголом клятвы То есть «Уқсиму» — «Я клянусь», например «Уқсиму беля асры» «Клянусь временем» и т.д. Вскрыт глагол «Уқсиму» — это феален мударен глагол настоящего будущего времени Морфу он поставлен в состояние «Раф» в изъявительное наклонение Почему «Ли таджар» родихим не насаби валь-джазм Так как он свободен от амилу факторов насаба и джазма Вауаламату «Раф» и признак состояния «Раф» в этом глаголе Аль-Джар-Злахирату «Аля-Ахри» — явная дама на его конце «Уфаэлюха» и «Уфаэль» — действующее лицо, т.е. местомение обозначающее действующее лицо Это «Думирун мустатирун фиихи вуджубан» — скрытое в нем в обязательной форме местомения «Тақдируга анан» — скрытым местомением здесь является местомение «Ана» Валфаэлю маа фаэлих — глагол «Уқсиму» Вместе со своим фаэлем все это «Джумлятун фаэлитун» — глагольное предложение «Джумлятул касами» — предложение клятвы — клятвенное предложение «Ибтида-йятун» — начальное предложение «Ла махалла лахаминал-иараби» не имеет места в падеже «Инналь-инсанан» — «Инна» — мы уже несколько раз достаточно подробно поговорили об этой частице Скажем, что это «Инна» — это «Харфа тавкидан уа «Насбин» — частица усиления «Иннасба» Т.е. ставит свой «Исм» — имя в состояние «Насб» — винительный падеж А также свой «Хабар» — в состояние «Рафа» «Танасабу лисму ватарфа ал-хабар» — как говорят «Мабнивна ал-ал-фатха» — с неизменяемым окончанием с фатха на конце «Аль-инсан» — это «Исму-инна» — имя частица «Инна» — поставленное ею в состояние «Насб» — в винительный падеж «Ва ал-ламу» — это «Насбин» — признак состояния «Насба» в этом имени «Аль-фатха таз-захирату аля «Ахири» — явная фатха на его конце «Ла фи хусрин» — «Ал-ламу» — это «Ал-ламу-ль-музахлихату» или «Аль-музахлихату» — как еще говорят «То есть перемещаемая лам» — «Соскальзывающая лам» — «То есть это лам-ут-тавкид» — «Лам-усиление», который во избежание встречи двух усилительных частиц в начале имени «Аль-инсан» был перенесен, перемещен и поставлен в начале «Аль-джайру валь-муджруру» — «То есть перед фи хусрин», а точнее перед скрытым хабаром «Мукаддар», с которым фи хусрин и состоит в смысловой связке. Поэтому этот лам и называют «Музахлихатан» — «Соскальзывающий», «Перемещаемый», «Перенесенный лам». Ведь если бы не так, то у нас получалось бы «Ла-инна линсана мустакиран фи хусрин» или «Каинан фи хусрин», как привод Ибн Гишаму Рахима Аллах. Это произошло во избежание встречи двух усилительных частиц, то есть «Ал-ламы» и «Инна». Приведем такой пример. Например, «Мухаммадан Туалибан» — «Безусилительные частицы» и «Ла-Мухаммадан Туалибан» — «Безусилительные частицы». Так, «Лам» здесь — это «Ламу Таукидан» или «Ламу Лептидая», как его еще называют. Приведем еще другой пример. «Инна Мухаммадан Туалибан». Но если добавить обе частицы, то мы не скажем «Ла-инна Мухаммадан Туалибан», так не говорят, с двумя частицами усиления, а перенесем «Лам» и поставим его перед хабаром сказуемым, из-за чего он и получил это название «Музахлихатан» — «Перемещаемый, соскальзывающий лам». Значит, мы скажем «Инна Мухаммадан ла Туалибан», переместив этот «Лам». «Фи хуслин фи» — это харфу «джар» — предлог родительного падежа, мабдимый на суконе с неизменным окончанием, суконом на конце. «Хуслин» — это «Маджрур» и «Фи» поставлен харфом «Фи» в состоянии «джар». Например, «Инна ль-инсана ла каинан» или «Инна ль-инсана ла мустакиран фи хусрин». «Ва инна ма асмиха ва хабриха» — частица «Инна» со своим именем и сказуемым хабаром. Все это «джумля Тунисмиютан» — именное предложение. «Джавабы ль-касми» является ответным клятвы, ответным предложением для клятвенного предложения Уксима. Поэтому «Ла махалла ла хаминал ираби» — то есть из-за того, что это «джавабы ль-касми» «Ла махалла ла хаминал ираби» — не имеет места в падеже, так как это одно из тех семи предложений, которые не имеют места в падеже. «Джумля твы жуаабы ль-касми» — «мин Алжумлу Сабььу» — «Инна» махалла ла хаминал «Ираби» — «Валллаху алам».